Десятиклассница гимназии Дмитров Юлия Самакаева призер региональных этапов Всероссийских Олимпиад школьников по праву и технологии. Юлия занимается фитнесом и является абсолютным чемпионом школьного туристического слета. Хорошая физическая форма и достижения в учебе – вот главные критерии отбора участников молодежной экспедиции 2015 года. Путевку на Северный полюс Юля получила с помощью областной организации «Динамо», с которой в гимназии налажены давние тесные связи. Мы из Москвы вылетели на Шпицберген. Это у нас был такой пересадочный пункт. И оттуда на маленьком самолете мы уже полетели на станцию Борнео. Она дрейфующая, поэтому координаты постоянно меняются. Вместе с путешественниками Матвеем Шпаро и Борисом Смолиным, а также и министром образования Дмитрием Ливановым, семь старшеклассников из Москвы, Подмосковья, Екатеринбурга, Ставрополя, Кирова, Перми и Новосибирска отправились в стакилометровый переход к Северному полюсу. До самой северной точки планеты школьники шли на лыжах почти неделю. Первый переход у нас был короткий, потому что была на самом деле уже ночь. И в эту же ночь у нас случился сюрприз. Тречь, на которую мы переходили, разошлась в широкую полыню, где-то около 2-3 метров. По словам Юлии, Арктика встретила ребят относительно тёплой погодой. Воздух прогревался до минус 15 градусов и солнечными днями. Круглое время суток было светло, так как в апреле на Северном полюсе полярный день. И солнце всегда находится на линии горизонта. Это одно из самых красивейших мест, которые я в своей жизни видела. Там действительно другой снег. Он белый, пушистый, он такой мягкий, что когда я собирала снежок на память, я собирала целую баночку, а у меня даже половины не осталось. В итоге, когда он растаял. За счёт морской воды голубой-голубой лёд. Прям голубой. Даже не свет, а небо. Он ещё голубее. Это такие пейзажи красивые. Нас постоянно окружали. И погода там менялась на самом деле. Каждые 10-15 минут то солнечно, то вдруг набежали какие-то непонятные тучи. И стало настолько пасмурно, что даже не на чем брать ориентиры. В последние дни перехода поднялась снежная буря. И небо стало сливаться с землёй. В один из таких дней ребят снова ждал сюрприз. Пока мы готовились ко сну, я была дежурной, мы кипятили воду на утро. И вот раздался треск. В этот момент, оказывается, рядом с нашей палаткой, в метрах, наверное, в пяти началось страшение. Это когда две людины друг по другу наезжают. И начинается на поверхность много-много снега и льда начинает появляться. Руководители экспедиции приняли решение перенести лагерь в другое место. Следующий день был последним. До Северного полюса оставалось пройти 13 километров. Было идти достаточно тяжело, потому что ветер ещё больше поднялся. И, соответственно, усилился дрейф. И, как ни странно, нас просто несло к Северному полюсу. За 10 минут мы могли проплыть, стоя на месте 200 метров, целых 200 метров. Поэтому мы остановились буквально за километр до Северного полюса. Нам показывал также GPS-навигатор. Достали свои фланги и спокойно пошли в направлении Северного полюса. От радости, что цель достигнута, ребята станцевали вальс, начали водить кругосветные хороводы и даже сыграли в футбол. А ещё заложили капсулу с информацией о походе. По возвращению в Москву для участников экспедиции были организованы встречи с руководителями правительства Российской Федерации и с российскими спортсменами-чемпионами. Экспедиция дала ребятам бесценный опыт, который обязательно пригодится им во взрослой жизни. Я пообщалась с разными интересными людьми. Можно сказать, обрела уверенность в своих силах, потому что совершить 100-километровый переход по Арктике на лыжах это очень многое значит для меня. И у меня появился интерес к новым совершениям, к новым экспедициям. Я надеюсь, у меня будет возможность заниматься в этом направлении, как-то продвигаться в плане туризма. Продолжение следует...